На ИСВ я решил поехать в марте 2023 года. С самого начала я отслеживал все действия. В интернетах сидел. Посты, бла-бла-бла. Они, согласен, может быть где-то тоже полезные. Но это не то. Все было. И принял решение поехать. С инкоматом это было долго. С барсами это было долго. Отправка. Плюнул. Нашу теперь с гордостью. После завершения контракта вернулся домой. Понял, что сидеть уже не могу. Все то, что я повидал в Бахмуте. Участник Бахмута в мясорубке. Надо попытаться принести какую-то пользу. Еще. России. Нашей армии, точнее. Через два месяца вернулся. Заключил контракт. На данный момент нахожусь здесь. Помогаю. Не штурмовик. Но тем не менее. Сейчас работаю в группе наземных дронов. Это ни для кого уже не удивительно. Вот такие машинки. Вот на гусеничках. Грузоподъемность там от 100 до 200 кг у различных моделей. Работа хорошая. Главное убивать никого не надо. Это уже хорошо. Это уже действительно хорошо. Помогаем. Продукты. ДК. Доставка. Попал как? Да. К офицерам просто подошел. Ребята. В компакт немножко шерф, техники разбираюсь. Вот я знаю, подразделение у нас есть такое. Возьмите меня к себе. Попросился. Взяли. Все сейчас. Ежедневно. Грузы туда-обратно. Несколько дней назад одну тележку у нас Камикадзе подбил. Вот, слава богу, она пустой возвращалась. Ну, жалко было. Трудяшка такая была. Но, но при этом, вот, буквально в полутора километрах от нее курсировал УАЗик Буханка с ребятами. Тележка отвлекала на себя внимание. Так что, считай, четыре спасенных жизни. Ну да, мое отношение к происходящему очень сильно поменялось. Война очень сильно меняет людей. Я надеюсь, меня в лучшую сторону она изменила ее. Я понимаю, что такое жизнь, здоровье. Других. Не своих. Не свое, нет. Начал ценить жизнь и здоровье других. Очень сильно. Отношение к происходящему. Когда мир разделился на два лагеря, которые... Один лагерь воюют, а второй лагерь по клубникам, по тусовочкам. Ну, ребятки. Это будет моя победа, не ваша. Как сказал Владимир Владимирович, наш президент, здесь растет элита. А элита вернется и наведет порядок. Родные как отнеслись? Ну, в принципе, супруга очень сильно расстроилась. Само собой. Сестра сказала, ну, ты всегда был придурком. Должен вернуться живым. Вернулся. Когда я уходил на второй контракт, все уже отнеслись действительно с пониманием. Ну, если тебе это надо, то иди. Можно ли сравнить современную войну с Великой Отечественной? Знаете, ребят, остались только боеприпасы. То, что можно сравнить. Калибр остался, боеприпасы остались. Сейчас это Первой мировой еще называли войной машин, помню. В Великой Отечественной называли войной машин. Вот сейчас реально идет война машин. Беспилотники, беспилотники, беспилотники. Здесь действительно работают беспилотники. И если год назад еще, пока я был в ЧВК, мы птичек боялись из-за того, что нас срисуют и закидают, минами или артой накроют. И сейчас уже начали гоняться за отдельным человеком. На птичках. Я говорю, это проклятие. Дроны это... Сейчас попробую что-нибудь безматковое слово подобрать. Они задрали. Эти беспилотники. Я понимаю, что нечестной драки не было. Честной драки уже давно нет. Никогда. Честного сражения, когда там офицеры встречались, договаривались, что наш зал первый. Отлично. В кителях этих красненьких. В треуголочках. По-джентльменски. Нет-нет-нет, не по-джентльменски ни разу. И даже при штурмах защищайте пах. Защищайте вот этот пах-таз. Почему? Потому что в любой доктрине НАТО, при везении боевых действий, прописано, бить в паховую область. Наличие артерий. Очень тяжелый, если артерия не попала, кость перебита. Ну и потеря. Всем понимаете, чего. Вот такие вот вещи прописаны в негласной, надо сказать, доктрине. Поэтому эта война не похожа на Великой Отечественной. Никак. Буквально минут 15 назад кассетные боеприпасы по соседям падали. Страшная вещь. У нас самих тут пара кассет валяется, мы сапера еще не убрали. А входим их каждый день. В насыпшем такой нет ноги по ступню. По щиколотку. Особенность моей работы. Какая? Незаметность, в первую очередь. Наша незаметность, наши и нашего дрона, это залог успеха. Его замаскировать, и себя замаскировать. Для этого у нас много изобретений, которые сделали своими руками. Показать не могу. К сожалению. Но так иногда человеческие гульновыдомки гораздо. Человеческая фантазия, как говорится, поражает. Вот как проходит день. Подъем часиков в 3-4 утра. Что называется, по-серому. Пока не расцвело. Доставка, отправка, подвоз. Иногда приходится выдвигаться поближе к ЛБС, чтобы ретранслятор вывести, вынести поближе, чтобы связь не терялась с дроном. Вот такой, это обычный день. Бегаем от птичек. Ежедневно бегаем от птичек. Слышу, летит. Слышу, летит. Шмырк куда-нибудь. Если прослушал, бывает такое, то очень быстро, то периодически приходится очень быстро бегать. очень быстро. Это так проходит обычный день. А не обычный день. Это когда ты встаешь в 7 утра, тебе никуда не надо. Редко, очень редко, но бывает. Сегодня именно такой день. Никуда не надо. Все помылись, побрились, постриглись, броники подлатали, что-то еще поделали. Вот так, по хозяйству. Из нашего вооружения образцы авиация. Лучшие средства борьбы с противником. Наилучшие. Что вертушки, что драчи наши МИГи. Когда это видишь, это когда они в вираж входят, идет сброс, сброс обстрела у них, выходит из виража вот эти вот ловушки тепловые отстреливают. Это не знаю, это стране, наверное, сгибом нашей страны. мощь, силище и красота. Поэтому, авиация, ракеты, но работу ракет, к сожалению, я не видел и не хочу. Я видел работу градов наших, у меня вот так хватило. Поэтому, самое лучшее это авиация. по поводу оружия противника, которые доставляют неудобства. Если бы у них не было этих хаймерсов, атомсов и все подобное, пресловутых дживелинов, которыми они так гордились, кстати, туфта. Мы, выглядишь, уже может быть и закончили работу нашу. Неудобства, любое оружие доставляет неудобства. Будь то калаш, будь то пушка, или РСЗО какой-нибудь. Их великое сейчас количество. Любое оружие доставляет неудобства. Борьба с ним. Острел котни, укрытие, броня. Какая защита еще может быть? От крупного калибра. Хорошее укрытие. От дронов РЭБы, но здесь 50 на 50. Частоты меняются, за ними не угонишься. Тут надо так РЭБами обвешаться, что тогда у нас свои коптеры тоже есть, но не для чего. Потому что есть VR-очки, когда видишь дрон наземный. все равно рельеф толком не увидишь. В ту же самую воронку свалиться от 120-й мина, это легко и не напрягаясь. Выбраться из нее уже будет хорошей проблемой. и поэтому оператор с тобой говорит через 30 метров воронка аккуратнее поближе подъезжаешь и ему в экранчик очки снимаешь ему в экранчик пыришься вот там не сильно вот так букашечку видишь и пополз 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 ополз все очки обратно и тавк в пол погнали. Вот кофтер у нас так используется. По поводу живности да стоим вселетели не в каждом домике где живут пара тройка кушаков кормим их обязательно это даже не ответственность это глоточка воздуха котейку поглазил и хорошо ей хорошо и тебе приятно где-то собаки не знаю собак я не встречал врать не буду у меня вот на каждом ПВД вот обязательно кошка двух мастей черная и трехцветная вот вот это еще очередное ПВД трехцветная уже где-то шастает она сейчас же рано где-то запряталась по-серому выползет кушать будет просить вот обязательно вот это как детенка как ребеночек я погладил внимание внимание с розы один зеленый антошка вот мы здесь не все головорезы да и головорезы наш нормальный обычный пацан которым и ласку хочется вот и самим немножко поделиться теплом своим отдушина животное просто отдушина чтобы нам хотелось получать побольше вы знаете ребят нам поддержка нужна моральная вот ее побольше нам надо ее нам надо очень много поддержку вашу везите к нам вагонами морально материально как-нибудь сдюжим насколько я знаю на складах есть все сейчас вроде бы подвижки начались снова министром обороны ну посттравматический синдром у меня есть вот это еще после бахмата никогда не станет для меня артемовском это будет для меня всегда бахнут грамотный очень психолог нашелся помог мне это так агрессия была страшнейшая тревога агрессия даже боязнь воды почему-то заработал хотя жили вроде в лесополках там в городе боязнь открытой воды страшно откуда не знаю может что-то детское вылезло как его минимизировать никак не получится это все зависит от человека от его склада ума штатных психологов здесь нет и не будет никто их на передок не потащит просто в той или иной мере посттравматический синдром будет у всех рано или поздно он вылезет мне например война возвращения несколько сеансов у психолога прошел стало намного легче здесь нужен профессиональный психолог у нас в городе кстати такой работает именно он у меня всех тарканов погонял моих но у раз работал спасибо вам огромное после победы не знаю так далеко не заглядывал что я буду делать после победы хотелось бы ответить словами Бондарчука пить булл в девятую роль нет это само собой в кафешку я схожу в свою любимую это обязательно а что потом делать такой вопрос засыпку я не знаю это колоссальный опыт который мы здесь получше в мирной жизни не применим но слава богу у меня профессии приличное количество на все руки от скуки я думаю найду себе применение вроде бы еще не старый война план покажет ладно всем счастливо